Здравствуйте! Я хочу вам рассказать про болезнь, о которой должен знать каждый. Это болезнь перитонит. Перитонит – это опасное для жизни острое хирургическое заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшиной из-за воздействия микробов пищи или содержимого кишечника. Перитонит является показанием к немедленной госпитализации и оказанию неотложной помощи в виде операции с дренированием брюшной полости. Перитонит может возникать при проникновении микробов, желчи, содержимого кишечника или ферментов поджелудочной железы в брюшную полость между петлями кишечника. Инфекция в основном проникает в брюшную полость изнутри при расплавлении или разрыве органа с излитием содержимого. Реже она проникает изнутри при ранениях или проникающих травмах и операциях. Чаще всего это бывает стафилококк или кишечная палочка, а также гонококк и другие микробы. Реже возникают ферментные перитониты. В основном перитонит вызывают аппендициты, язвы кишечника и желудка, панкреатит и холецистит, гнойные процессы малого таза и разрывы кишки. Перитонит бывает двух видов. Первичный возникает как самостоятельная патология в результате вирусного или микробного поражения брюшины. И вторичный, возникающий как осложнение имеющихся в брюшной полости или малом тазу инфекционных процессов. По характеру выделения в брюшную полость перитониты могут быть сирозные, гнойные, фиброзные, геморрагические и гангренозные. Какие же симптомы перитонита? В зависимости от причины и тяжести, гибель от перитонита возможна в пределах одних двух суток. Перитонит в начальной стадии проявляется симптоматикой заболевания, которые он осложняет. Но все проявления максимально сильные и яркие. Возникает усиление боли в животе, распространение их на весь живот с пиком в зоне изначального очага. Живот приобретает характер доски по плотности. Он резко напряжен. При осмотре резко выражены симптомы раздражения брюшины. При этом пациент избегает осмотра и ложится в позу эмбриона, так как любые движения усиливают боли. При этом он стонет, тихо говорит и бредит в лихорадке. По мере прогрессирования болезни симптомы стихают, что дает ложные ощущения того, что стало лучше. Живот становится мягче, боли стихают, пациент переходит в состояние прострации и эйфории. Нарушаются отделения мочи и стула, нет кишечных шумов. В животе симптом групповой тишины. Слизистые и сушены, но прием жидкости затруднен. Часть пациентов погибают в данную стадию. В терминальной стадии перитонита происходит расстройство всех жизненно важных функций организма. Пациент может впадать в беспамятство с расстройством психики на фоне интоксикации. Кожа землистая, западают щеки и глаза, проступает ледяной пот. Может быть обильная рвота с содержимым тонкой кишки, одышка с сердцебиениями, резко падает температура. Живот сдувается, болезненный, но нет напряжения мышц. В этой стадии гибнет до 90% всех пациентов. Какая же диагностика заболевания? Основа диагноза – это расспрос и выявление характерных симптомов перитонита, изменения в анализе крови с выраженным лейкоцитозом и сдвигом формулы до токсической зернистости. Для уточнения диагноза применимы следующие методы. Ультразвуковая диагностика брюшной полости, рентген брюшной полости и диагностическая лапароскопия. Иногда диагноз ставится уже по ходу операции после вскрытия брюшной полости и ревизии кишечника. Методы лечения перитонита. Лечением занимаются только хирурги в хирургическом отделении. Категорически запрещено подозрение на перитонит лечить в домашних условиях, теряя драгоценное время. Также запрещены грелки и клизмы, хождение, больному необходимо лежать. Необходимо обязательно хирургическое лечение с вскрытием брюшной полости, с параллельным восполнением баланса жидкости, солей и нормализацией состояния по мере возможности. Также необходимо адекватное обезболивание и нормализация давления. Операцию проводят под общим наркозом, устраняют очаг инфекции, ушивают раны, удаляют гной или воспалительную жидкость, оставляют дренажи и промывают полость антисептическими растворами, приводят в порядок работу кишечника, устраняют воспаление и потом приступают уже к медикаментозной терапии перитонита. Показаны курсы мощных антибиотиков, капельницы с детоксикационными растворами, препараты для поддержания работы сердца и сосудов, нормализация дыхания и работы нервной системы. Длительность лечения перитонита зависит от причин болезни и от тяжести течения. В среднем это 2-4 недели, но при распространенном и запущенном процессе прогноз неблагоприятный. При сроке до 24 часов прогноз при перитоните в целом благоприятный. При сроке свыше 24 часов летальность от 20 до 90%. Ну а на этом все. Будьте внимательны к своему здоровью и до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok